и хочется ездить но на и не хочется ездить в принципе давайте обратно верну обычный режим она такая плавная машина и я тебе качество исполнения мне вообще нравится сделано все собрано и мягкий кондиционер и мягкий кондиционер у меня в машине он прям супер сильно холодит и сушит здесь такой увлажненный миграция не выводится сюда миграция? нет туда туда в салоне стоит вот 220 с чем то это же почти уже максимальная комплектация но только что она в спорте она пожестче еще сидение пожестче сама в целом там подвеска почти такая же и там даже есть особенность так как это комплектация в спорт там есть вертикальные демпферы спереди и сзади то есть на маленьких неровностях когда например по гравейке едете она гасит все мелкие вот эти дребезги машина более устойчивая на плохой дороге а от максималки что в ней не хватает? панорамной крыши нету проекционного дисплея адаптивного крыша контроля и удержания автомобиля в полосе а там этого нету в спорте системы автоторможения нету и нет системы blade scan если например мы а сколько она будет стоить в максималке? 220 нет там в спорте 228 нет возможно ошибочная цена давайте придем и проверим ну просто в салоне где машина стоит на витрине там рядом ценник стоит 220 там по-моему 8 или 9 копеек ну вернемся давайте проверим в салоне бесполезно бесполезно там где нет разметки что значит? еще здесь система blade scan если бы мы ехали зимой на тест драйве и было бы темно уже вы бы увидели как работает эта система есть одна линза в которой есть светоотражающий элемент он очень быстро вращается и помогает когда встречный автомобиль либо попутно не слепить его дальним светом он будет делать а распознавание в ней есть у человечков? да и людей, и пешеходов то есть у нее такие фары, да? да класс но распознавание идет на экран не на проект туда куда-то а на лобовое это осветляет пешехода фарами а то есть не на экране высвечивает в темноте как ночное видение нет такого нет а она именно просто ярче подсвечивает фарами именно движение ловит да и в правую волосу и будем съезжать вот там по кругу не, ну по дороге по хорошей дороге она едет конечно очень хорошо сейчас мы на блоку вообще очень хорошо она мягенькая она такая ну не знаю в принципе мне всегда нравился Lexus и я абсолютно не разочарована машина реально стоит своих денег ну понимаешь за что ты платишь вот так по кругу едем в руль конечно очень приятно хочется гладить ага у меня с кошки спасибо сейчас проедем по таким небольшим катакомбам по плохой дороге да едем пока в этой полосе нам нужно будет повернуть нам нужно будет остановиться там где главная дорога уходит направо вот возле этого будет здесь и надо вот туда попасть там где каблучок выезжает нам налево но нужно уступить всем кто справа и главное вот система старт снот она глотнет на светофор а потом отпускается тормоз она сразу же запускается и можете ехать а для чего эта фишка сделана экономия топлива а если стоишь зато в пробке есть еще система автополк можете отпустить тормоз надо питояду то есть достаточно газ нажать сейчас и она поедет ну и заведется и поедет да но плавно дать чтобы не было резкого удара плавно добавим можем не ну там еще нет все время прямо ой осторожно мы сейчас каком режиме едем обычный но обычно звук мне нравится брутальный вот-вот просто такой брутальный звук она не рвет не взлетает как боинг и вот ну красиво ну рычит она на брутально рачек и не так я же горит как боинг что взлетает и не едет она едет ну мне как сзади кажется не знаю может впереди нет а их нету с тонировками например сзади нет не бывает завод вообще изначально не делая наш регион не идут есть возможность заменить стекла на тонированную заднюю часть смысле заменить салоне коктейль что вырезать и вставить ну это просто сам где-то короче можно затонировать просто пленку тонирует пленку прицепиться эти сам кстати ходит обсуждение что ну я езжу зону у меня на моей машине есть тонировка сзади я же с ребенком как бы ему дико жарко если без тонировки солнце солнце светит да я к этому спрашиваю что ну либо шторки на смотрю что сзади шторки же нету да то есть почему я спросила по тонировку сейчас разрабатывается проект что допустят заднюю тонировку вообще история почему тонировку запретили это еще было в россии когда вот был терроризм и так далее машины все черные то не были тонированные непонятно кто был в автомобиле запретили тонировку потом разрешили только сзади а у нас за вашу но это определенно там ну определенно пропуская света у них можно затонировать вообще сильно у нас вообще нельзя сейчас ходят слухи что уже разрешат я езжу с тонировкой и если честно ни разу штрафа еще не было то есть все нормально навлевали тонировкой глюну мне не сильно ребенок сзади сидит очень жарко вы же понимаете все взрослые люди дальше у нас ну не у нас ну не